Христа распятого, чтобы все люди, народы узнали о жертве Христа, что Он умер за нас на кресте. Он умер и ждет нас, когда мы придем к Нему. Он стоит у двери сердца и стучит. И кто отворит к Нему, отворит дверь. Он войдет и будет с Ним вечерять, и мы с Ним. Это Господь Бог. Это место, рулетка, очень нехорошее. Тут столько всякой пакости делают. И мы сюда пришли, чтобы людям рассказать о Христе. Что никакие блудники, никакие пьяницы Царство Божие не наследуют. Они будут в озере огненном гореть. Всегда. Вечно. Чтобы люди покаялись и получили Царство Небесное. Ходили в Храм Божий. Соблюдали посты, творили милостыню. Постоянно молились. Вы, наверное, сейчас и зайдете в YouTube. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот набери, набери «Во свете Библии». Два слова. «Во свете Библии». И рядом поставь Игнатий Лапкин. Это я. И откроется наш YouTube. Там 14700 роликов. Нашел? Сейчас. Ну-ка, попробуй. «Во свете Библии». Сейчас. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сейчас, сейчас. Ну-ка. Открылся YouTube? Канал наш. Вот. Да, вот это я стою с книгами. Похожи? Ага. А вот если думаешь поговорить по скайпу, вопросы будут. Просто заряди Игнатий Лапкин, и ты сразу на меня выйдешь. Только внизу напиши, что мы с тобой встречались. Игнатий Лапкин. Вот. А если зарядишь вот во свете Библии и добавишь сайт. Не YouTube, а сайт. Там море информации. Там четыре с лишним тысячи вопросов, я которые отвечаю студентам. Вам это интересно будет? Мы строим деревню православную, где все верующие. Мы проповедуем Христа, который придет судить этот мир. Он умер за наши грехи. Поэтому надо ходить в храм Божий православный. Не к сектантам каким-то. Вот он, сайт. Вот, сайт нашел, да? Ну-ка, покажи, как он выглядит. Сейчас. Так. Сайт. Точно. Все. О, это второй сайт. Это второй, там копию сделали. Там один еще. Вы можете во свете Библии. И я не знаю, там, почему этот открылся. А другой, там, красные иконы. То же самое. То же самое. Там вопросы, ответы. Там очень много информации. Там 38 моих книг. Во, вот этот вот. Во. Во-во-во-во-во. И вот там посередине увидишь написано, для слова Божия нет ус. Это книга. Если ты откроешь, там моя биография. Где мне пришлось быть. Что писали люди. А рядом книга «К истину православия». А справа, так, столбом стоят папки. 55 папок. Вот. Теперь, видишь, зашли. Ты, для слова Божия, не отускнул. А теперь выбери какой-то заголовок. Тоткни в него и откроется полностью. У нас очень высокий уровень программистов. Они хорошо сделали. Вот оно, пошло. Ну, брат ты мой. Ты какой парень-то продвинутый, как говорят. Тебе что говорить-то? Я бы так был поменьше, сказал, никуда в чужой дом не заходи, чтобы беды не было. Побыл, пошел из дома, благоставись у родителей, чтобы живой вернулся. Много пакостей всяких. С молитвой ходи. Помолись. Храм Божий иди. Со священниками познакомься. У тебя такая жизнь наполненная будет. О, он молодец. Вот мы православную деревню строим. Все православные. Учителя православные. И ты там все найдешь в Ютубе. А вы откуда? Бараул. Алтайский край. Да? Да. А вы где? Чемал. Не понял я. Чеман. Чеман. Чеман? Да. А что это такое? А какая область это? Алтайский край. Алтайский край. А где это Чеман-то? Я такого не слышал даже. Это в Горном Алтае? Да. В Горном Алтае. Чемал. Там храм православный есть, я знаю. Ага. Так из Чемала ты. О, брат ты мой. Такое дело. Ну вот не забывай, если вопросы накопятся и хочешь побеседовать, в скайпе зайди, Игнатий Лапкин. Только заряди два слова и сразу на меня выйдешь. Ага. Ну молодец ты. Очень понравился мне. А вы сейчас Ютуб снимаете, да? Да. А вот если зарядить эти форумы, во свете Библии форум, на форуме там 1600 тем. Ты только на наших ресурсах, у тебя такие знания повысятся, ты все будешь знать. Вот представь, там я отвечаю на 4126 вопросов студентам. Там бывает в Академгородке Новосибирском я был. Отвечать вопросы сложные. Там политика, социология, будущее. Вот на сайте, на сайте там, на первой странице. Вот он. Да, 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 да. Видишь? Ну здорово. Как ты сделал быстро-то так? Там просто море информации. Так, никак себе запиши. И в дальнейшем тебе, бывает, ты молодой еще, будет или трудно, или что. Ты по скайпу на меня выходи. Я для тебя выделю время сразу. Ну, по-нашему, это, по Москве, с четырех часов до четырех можно заходить. Ну, что тогда, я тебе и говорить еще. У тебя вопросы есть какие? Ну, не знаю, пока что. Нету. Ну, все, расстаемся тогда. С Богом. Тебя как звать-то? Виктор. Виктор, да благословить тебя Господь. Виктор означает победитель. Побеждай грех. Служи Христу с радостью. Не пожалеешь, что родился. А кто не родится свыше, он пожалеет, зачем родился. Жить надо для Бога, который дал все, что нас окружает. А вот можно же из тела выходить? Что можно? Душой из тела выходить. Ну, да. Из дома выходить? Нет, из тела. Из тела нет такого. Ты умрешь, и все на этом кончилось. Это шаманы разные придумывают. Этого нету. Никуда, если душа вышла, тело умерло. Пять минут, и мозги отмерли. Уже не возвратить. Даже не пять, а четыре с половиной минуты. Этого нету. Забудь про это. Это обман сатаны. Никто не может этого сделать. Только Бог может сделать. Павел говорит, не знаю, в теле или вне тела. Но это с отдельными людьми только может быть. Божественность что-то показать надо. Хорошо, что задал вопрос, не увлекайся этим. Это к самоубийству может привести. Ну, а то говорят, если в астрал, как называется. Знаете, если тогда можете посмотреть фильм, называется «Сбежавший из ада». «Сбежавший из ада». Там про это как раз есть. Как он из тела вышел и как в аду оказался. Но у него была мать верующая молилась. «Сбежавший из ада». А вот зайдешь, когда на сайт, на нашем сайте, то на первой странице там написано «Звук и видео». Там про нас фильмы государственные снятые. Можешь посмотреть. Фильмы, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Это очень сильные фильмы. А про что там? Все тогда. Ну, расстаемся, Виктор. Ну, до свидания. С Богом, до свидания.